Вести Карачаева Черкесия 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 Бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Учитывая, что согласно законам природы и социума заболеваемость будет медленно, но неуклонно расти следует помнить, что сейчас самое подходящее время для подготовки иммунитета к встрече с гриппозной инфекцией В рамках празднования столетия образования Карачаева Черкесия Агрокомбинат Южный оказал благотворительную помощь жителям и социальным учреждениям республики Руководство тепличного комбината выделило 100 тонн овощей которые доставлены в различные муниципальные районы и сельские поселения в дом-интернаты для престарелых и инвалидов реабилитационный центр для несовершеннолетних дом-интернат для детей-инвалидов детский дом для детей-сироты и детей, оставшихся без печенья родителей а также реабилитационный центр для наркозависимых центр социального обслуживания населения медицинские организации региона мечети и православные церкви В республике стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года» победители которого смогут принять участие во всероссийском конкурсе и получить ценные призы на участие могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации Своего рода это уникальная возможность заявить о себе, получить общественное признание заработать дополнительные бонусы если в планах есть участвовать в определенных конкурсах на получение грантов Заявки на участие принимаются до конца октября текущего года по следующим номинациям «Лучшие проекты в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья здорового образа жизни, физической культуры и спорта в сфере дополнительного образования и воспитания детей а также лучшие проекты в сфере социального обслуживания в культурно-просветительской сфере в сфере социального туризма и так далее В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гранты Росмолодежь» второй сезон победители получат до 1 миллиона рублей на свой социально значимый проект Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и онлайн форматах а также вочно на более 70 молодежных площадках Конкурсы направлены на вовлечение молодежи Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику а также на повышение гражданской активности формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны информацию комментирует министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов Здесь следует отмечить, что есть такие номинации как «Создавай возможности» в рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карача Черкесской республики Затем, помимо этого, есть номинации направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе» Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи так и представители общественных объединений, не зарегистрированных как некоммерческие организации, участники которых также могут принимать участие как физические лица граждан РФ в грантовом данном конкурсе о котором мы с вами в настоящее время говорим Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размеры Предоставляется такая отсрочка на срок до полугода Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября текущего года Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами? расскажет заместитель управляющего отделением Банка России по Карачао-Черкесии Рауф Тугов Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачао-Черкесии если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году Снижение дохода нужно будет подтвердить документально Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение принести в офис, либо направить через личный кабинет на сайте или мобильное приложение В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик кредитные каникулы или структуризацию на условиях банка или МФО Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей Для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей Для автокредитов 700 тысяч рублей И для кредитных карт 100 тысяч рублей В республике 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве с средствами материнского капитала Информацию комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфильева Деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве Пресечена сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике Совместно с сотрудниками уголовного розыска Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного со средствами материнского капитала В рамках расследования данного уголовного дела следователям возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ, а именно Организация преступного сообщества. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками полиции задержали организатора и 13 активных участниц преступного сообщества. Выяснилось, что у некоторых из подозреваемых есть опыт работы в сфере оказания риэлторских услуг. Кроме того, многие из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные деяния. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадали более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В отношении 14 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и изобрет определенных действий. Региональная сеть центров «Точка роста» в Республике увеличится на 26 подразделений. Более 20 тысяч школьников в новом учебном году приступят к занятиям в оборудованных по современному стандарту кабинетах. Сегодня пройдет региональный марафон открытий центров «Точка роста», в рамках которого в Карачаево-Чекесе распахнутся 26 новых точек роста в школах Республики. В настоящее время в регионе уже функционируют 113 центров «Точка роста». К 2024 году подобные объекты будут открыты практически во всех сельских школах. В рамках нацпроекта образования в сельских школах Республики полностью обновились учебные помещения для «Точка роста», установлена современная техника. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. Для уроков и дополнительных занятий будет использовано высокотехнологичное оборудование. Это цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, наборы и конструкторы для программирования, изучения механики и мехатроники, робототехники, компьютерная и демонстрационная техника. Портал бронирования санаторий России РФ представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе осеннего туристического кэшбэка в этом году. В ТОП-5 в Северокавказском федеральном округе входят Ставрополь, Дагестан, Карачао-Чрикесе, Чечня и Кабардино-Балкария. Благодаря программе кэшбэка многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства. А в целом осенний этап туристического кэшбэка можно охарактеризовать как дебют санатория вне курортных регионов страны, отметила основатель портала санатории России РФ Евгения Терентьева. С 17 по 25 сентября по всей стране, в том числе и Карачао-Чрикесе, пройдут ежегодные экологические соревнования в рамках Всероссийского осеннего кубка чистоты «Чистые игры». А в нашей республике мероприятие пройдет на территории села Чапаевского. Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость, а три команды станут победителями и будут награждены памятными призами. Кроме того, команды будут искать артефакты, решать экологические загадки и получать баллы, а на финише – призы. У лучшей команды будет возможность побороться за Всероссийский кубок чистоты и стать абсолютным победителем турнира. Участниками игр могут стать команды из четырех человек. Для этого необходимо скачать приложение «Чистые игры», зарегистрировать команду и пройти авторизацию через соцсети. В этом году генеральным спонсором мероприятия стал Сбер. Компания поддерживает проведение «Чистых игр» во всех городах, где они состоятся. 18 сентября на территории Парка культуры и отдыха Зеленого острова Черкеска пройдет фестиваль красок «Холли Дэнс». Гостей фестиваля ждет живая музыка. В исполнении молодежных коллективов прозвучат каверы на популярные хиты этого лета. В столице Карачаева Черкесии состоится интеллектуальный турнир к столетию республики. 16 сентября региональное министерство по делам молодежи проведет турнир осенней серии игр «Студенческая лига эрудитов». Цель мероприятия – развитие тренда на интеллектуальный досуг в молодежной среде. В игре примут участие 10 команд, всего 40 участников. Основной темой мероприятия станет столетие республики. По его итогам определятся три лучшие команды, которые будут награждены кубками, медалями и дипломами. Команда, занявшая первое место, станет обладателем титула «Эрудиты. Студенческая молодежь» осенней серии игр «Лига эрудитов». Команда Карачаева Черкесии принимает участие в финале всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры». Республику представляет команда победителей оригинального этапа 5-й гимназии Черкесии в составе 14 человек. Финал будет проходить с 14 сентября по 4 октября во Всероссийском детском центре «Смена Краснодарского края». Президентские спортивные игры проводятся в целях вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, воспитания всесторонней и гармонично развитой личности, а также выявления талантливых детей. В Черкесске стартовал седьмой этап многодневной гонки по велосипедному спорту «Дружба народов Северного Кавказа», который проходит в рамках открытого чемпионата России по велоспорту на шоссе среди мужчин. Более сотни профессиональных спортсменов из Казахстана, Белоруссии и десятка регионов России отправились по маршруту Черкесск-Домбай-Архы-Саоран. Своими впечатлениями поделился с журналистами тренера сборной Тюменской области по шоссейному спорту Егор Силин. «На моей памяти я первый раз в такую гонку еду в Россию, чтобы переезжали из города в город, поэтому интересно, необычно. В принципе, организация на хорошем уровне. Есть, конечно, моменты. Над этим, я думаю, организаторы будут работать». Ну и последняя информация. Спортсменки из Черкеска завоевали золотую и серебряную медали по кикбоксингу на 14-х всероссийских юношеских играх боевых искусств. На педестал почетов зашли воспитанницы спортивной школы номер 6 республиканской столицы и спортклуба «Беркут». В частности, это Алена Апанасова, которая стала золотым призером в возрастной категории 10-13 лет, и Анастасия Шрамко, завоевавшая второе место в возрастной категории 13-15 лет. Спортивные соревнования проходят в Анапе по 23 видам боевых искусств и продлятся до 20 сентября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, дождь и туман. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, в горах местами плюс 8-13. В Черкесске временами дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Солбик термометра поднимется до отметки плюс 20. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.